МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире муниципального телеканала информационная программа новостей. В студии работает Денис Севков. И куротка о главном сегодняшнем выпуске. ЕНТ в новом формате. 2 июля у выпускников школ начинаются итоговые экзамены. А пока среднее звено готовится подтвердить свои знания. Когда появится горячая вода, в Петропавловске тепловики начали масштабную реконструкцию. Из 34 североказахстанских семей выбрали лучшую. В Петропавловске прошел областной этап национального конкурса Мирейле Аутбасе. С 20 июня по 1 июля в регионе пройдет единое национальное тестирование. Сдавать его будут больше 2000 североказахстанских школьников. На брифинге в региональной службе коммуникаций журналистам рассказали подробности проведения ЕНТ, а также подвели итоги учебного года. Алина Боржанова продолжит. Последний звонок накануне прозвенел во всех школах региона. Но прежде чем уйти на каникулы, ученикам с 5 по 8 и 10 классов предстоит сдать переводные экзамены. Освобождаются от промежуточной аттестации только круглые отличники. Это значит, около 9 тысяч ребят до сентября могут позабыть о книжках и тетрадках. А вот вчерашним 11-классникам не до отдыха. Впереди важные экзамены. С этого года они будут в новом формате в два этапа. Первый пройдет с 29 мая по 9 июня во всех школах области. 11-классники сдают 5 экзаменов в 4 дня. Это будет 4 обязательных и 1 по выбору. Для 11-классников экзаменационные материалы, так же, как и тесты для единого национального тестирования, подготовлены Центром тестирования Министерства образования. Для каждой школы сформированы отдельные пакеты. Для каждого, значит, выпускника школы. В этом году на знак Алтын-Бельге претендует 140 выпускников. Еще свыше 200 надеются на аттестат с отличием. В выборе пятого предмета школьники отдают предпочтение математическим и естественным наукам. Больше всего человек будут сдавать биологию и физику. По словам проректора из КГУ, новый формат единого национального тестирования поможет абитуриентам с выбором профессии. Мы проверяли только знания. А сейчас мы должны отойти от этого. То есть на функциональную грамотность. Вот из-за этого, это самый главный фактор разделения выпускного экзамена и вступительного. Ребенок, он когда выбирал предмет, и потом у него было ограничение по выбору специальности, куда он мог поступить. Всего в этом году школу окончат 3734 выпускника. На ЕНТ из них решились больше 2000 человек. Сдавать его школьники будут в восьми пунктах тестирования. На транспорт, проживание и питание в этот период выделено около 6 миллионов 800 тысяч деньги. В Петропавловске прошел областной этап национального конкурса «Мириле от Бассе». В нем приняли участие 34 североказахстанские семьи. Все они выиграли районные туры состязания. В этом году лучших отметили в 9 номинациях и определили самые образцовые семьи Северного Казахстана. Кто занял первое место и почему они этого заслужили, расскажет Кристина Горбаченко. К национальному конкурсу «Мириле от Бассы» 4 года. Его главные цели – возрождение нравственных ценностей, поддержка позитивного образа семьи и повышение ее статуса в современном обществе. В областной тур прошли 34 североказахстанские семьи. Сегодня они принимают поздравления. От имени Акима Североказахстанской области Аксакалова Кумар Иргибаевича разрешите поздравить с этим прекрасным праздником, с завершением областного этапа конкурса «Мириле от Бассы». Хорошие человеческие традиции, которые близки к каждому сердцу, кто сегодня в этом зале присутствует, берет начало от каждой семьи. Это уважение к старшему, это забота о младшем, это оценивать труд наших отцов и матерей. Семейное дело «Мама, папа, я, спортивная семья» родительская гордость. Сейчас награждают победителей в девяти номинациях. Семья Ермухановых отмечена как самая трудолюбивая. Супруги Иржаны Гульмира – педагоги. В браке 15 лет. У них двое сыновей – Дамир и Ирнур. В браке мы с Гульмира Тимиржанной за 15 лет. Работаем мы в колледже агробизнеса в городе Таинша. Я работаю мастером, супруга преподавателя русского языка, литературы. Самое главное в семье – это любовь, доброжелательность, взаимопонимание, взаимоподдержка. Мы выиграли в номинации «Трудовая деятельность». Проработали с супругом 23 года стажа. Самое главное – мы даем не только знания студентам, воспитанникам нашим, но и учим их добру, взаимопониманию, уважению к старшим. Каждая семья индивидуальна. Одни любят спорт, другие – милосердны. Отмечают сегодня тех, кто воспитывает не только своих детей, но и приемных, в числе призеров и интернациональные семьи. В их честь и выступления артистов города. Но самые громкие аплодисменты победителям областного тура конкурса. Первое место заняли Никибаевы из Козылжарского района. Кожатай Ситахметович – ветеран войны. Со своей супругой Айшой в следующем году отметят 70-летие совместной жизни. С ними разделила первое место еще одна семья – Пархоменко. Александр Зарема вместе 26 лет. Воспитывает в четырех детей. Самой младшей дочери Алине всего два месяца. Она осталась сегодня дома. Мы счастливы, что мы можем в спорте, в творчестве, в ассамблее отдавать все лучшее. То, что мы приобрели из своих семей, передавать нашим детям тепло, эмоциональное тепло, радость. Второе место заняли Омаровы из Мамлюдки и Тасмагамбетовы из района имени Габита Мусрепова. Шалакынцы Андреевы и Тимирхановы из Петропавловска стали третьими. Все участники конкурса получили дипломы, сертификаты на ценные подарки и билеты на Экспо. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков. Новости МТРК. В 55 многоэтажках Петропавловска сейчас нет горячей воды. В городе началась масштабная реконструкция тепловых сетей. В этом году заменят 3 километра труб. А еще в областном центре ремонтные работы ведет Кызалжарсо. Но этот монополист от водоснабжения абонентов не отключает. О масштабах и сроках реконструкции узнаете из нашего следующего сюжета. Здесь на пересечении улиц Мусрепова Мира идут работы. Меняют коллектор. За последние 5 лет старые трубы ремонтировали уже 6 раз. Сейчас проблему решают глобально. Вместо старых железобетонных труб положат новый пластиковый корсис. Их диаметр 800 миллиметров, а долговечность 50 лет. Заменить трубы на этом участке подрядчики обещают за 2 месяца. Но если получится, то еще раньше. Реконструкция идет по госпрограмме Нурлыжол. На это выделили 120 миллионов тенге. По программе Нурлыжол на 2017 год было выделено 683 миллиона на 6 объектов. Вот сейчас мы находимся на объекте. Это замена канализационного коллектора диаметром 500 по улице Мусрепова от улицы Мира до улицы Рижской. Всего протяженность 572 метра. Подрядчиком по госзакупкам выиграл ТО Петропавловск, спецкоммунстрой. А на улице Мира работают энергетики. На участке сейчас 30 человек и 10 единиц техники. Здесь реконструируют тепломагистраль. До начала отопительного сезона им нужно успеть заменить почти 3 километра труб. Половина из них теплосети. Их восстановление обойдется почти в 900 миллионов тенге. Здесь ведется замена теплосети 5-й магистрали на новую, на предизолированную трубу. Полностью капремонт в 7-й магистрали. Это мы уже делаем второй год, это второй этап. Рассчитано до отопительного сезона работы большие, 3 тысячи метров почти. На период работ не будет горячей воды у людей на тех участках, которые будут демонтированы. Без горячей воды осталось 73 дома, из них 55 многоэтажек. К водоснабжению сегодня подключили 14. Как говорят специалисты ТО Петропавловские тепловые сети, горячая вода в остальных появится уже скоро. По мере замены труб. Денис Севков, Джудасбек Ермуканов, новости МТРК. Штраф свыше 20 тысяч тенге или арест на 10 суток светит уличным хулиганам. В Петропавловске полицейские задержали троих молодых людей, которые разбили остановочный павильон по улице Мира. Как нашли злоумышленников в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Новые антивандальные остановки оказались не такими уж крепкими. На прочность это стекло регулярно проверяют петропавловцы. Очередной факт вандализма произошел по улице Мира поздней ночью. Повреждения увидели прохожие и сообщили в полицию. Найти хулиганов помогли отпечатки пальцев на пустых бутылках от алкоголя, которые оставили на месте. В ходе проведения оперативного мероприятия на месте совершения преступления 21 числа были установлены свидетели, очевидцы, а также лица, которые распивали спиртные напитки на месте совершения преступления. В ходе отработки были установлены трое жителей города Петропавловска и задержаны и доставлены в воду города Петропавловска. Троих парней, проживающих в этом районе, задержали и доставили в городское УВД. Им от 19 до 24 лет. Как рассказали молодые люди, остановку они разбили случайно. Испугались и сразу убежали. Выкинули мусор назад, пошли, начали играться, бороться. И он толкнул меня, получается. И все, я споткнулся и спиной на стекло, упал стекло, рассыпалось. И все, ему убежали оттуда. Теперь задержанным грозит штраф 10 МРП. Это больше 20 тысяч тенге, либо административный арест. Кроме того, им придется возместить материальный ущерб. Его сейчас устанавливают дознаватели городского управления внутренних дел. Между тем, полицейские предупреждают. За такое хулиганство предусмотрена уголовная ответственность. Кристина Горбаченко. Присодействие пресс-службы областного департамента внутренних дел. Далее реклама. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжаем выпуск госсимволы по правилам. В организациях Северного Казахстана размещено больше 1200 гербов. Все они должны соответствовать стандартам. Иначе штрафы более 100 тысяч тенге. Они вводятся с 1 июля. О новых требованиях к госсимволам говорили на семинаре в Петропавловске. Там побывала Ольга Файзулина. Внешний вид казахстанского герба обновили еще в 2014 году. Но не все организации поспешили заменить устаревшие государственные символы. Кинулись это делать лишь за месяц до тотальной проверки и создали ажиотаж. С 1 июля за нерасторопность начнут штрафовать. Мы вот эту работу по информированию населения касаемо замены гербов проводили уже два года. Хотелось, чтобы она была проведена без спешки, планомерно. Поставщики не успевают с этим справляться. И предполагаемая даже поставка новых гербов по новому стандарту только на август месяц. Потому что предприятия все загружены. На семинаре, посвященном 25-летию госсимволов, рассказали об итогах проверки организации республиканской комиссии. В городском окемате их рекомендации уже выполнили. Выцветшие гербы сняли и вернули изготовителю. Оказалось, они потеряли привлекательный вид раньше истечения срока годности. Я был в составе этой комиссии. Мы обошли практически все государственные органы города Петропавловска. В том числе выезжали в районы. Были замечания по оформлению места, где находятся госсимволы, по размещению их. На семинаре рассказали историю создания госсимволов. В 90-х граждане Казахстана предложили около тысячи вариантов флага. Наиболее распространенные – с шанраком. Их отклонили в последний момент, когда символ утвердили у себя соседи – кыргызстанцы. Внешний вид флага последний раз утверждали в 2007 году. Сейчас стандарты вновь пересматривают. Выявлено много несоответствий цветовой гаммы. Новый проект уже подготовлен. Его направили на обсуждение в госорганы. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев. Новости МТРК. Для профилактики религиозного экстремизма как в Петропавловске, так и в районах области с 2013 года действуют информационно-разъяснительные группы. В их составе больше 250 человек. Главная их задача – работа с населением для повышения уровня религиозной грамотности. Сейчас он составляет 40%. Большое внимание уделяется профессиональной подготовке членов этих групп. Сегодня для них провели очередной обучающий семинар, где обсудили программную статью президента Казахстана Нурслутана Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Президент очень много внимания уделил как раз проблеме религиозного экстремизма и терроризма. Сегодня до слушателей также будет доведена информация в целом о религиозной ситуации в регионе и в частности в городе. Также будет доведена информация о новых рекомендациях, которые пришли с Комитета по делам религии. Это в вопросах использования терминов, специальной терминологии, в вопросах работы с отдельными целевыми аудиториями, трудовыми коллективами, верующими, безработными и так далее. Ну и, конечно, также будет доведена информация о новых подходах, которые можно использовать в профилактической работе. Впервые в Северном Казахстане прошел областной конкурс среди учителей коррекционных учреждений. За звание лучшего педагога боролись 13 человек. В подарок для них подготовили дипломы и ценные призы. Ольга Файзулина расскажет подробнее. Знакомство с участниками. 13 лучших учителей коррекционных интернатов выходят на сцену и отвечают на шуточные вопросы. С первых минут конкурса в зале царит теплая атмосфера. Именно такую, говорят учителя, они и создают на своих занятиях. Ученики у них с особыми потребностями. Ирина Герасименко 17 лет работает дефектологом. Говорит, даже небольшие успехи подопечных для нее огромное счастье. За каждым из них совместный труд ребенка и педагога. Мы применяем технологии здоровья сберегающие. Также методики Мантесорья, методику Глабадамана, Флебера, Никитиных. Альтернативные средства для неговорящих, так как дети приходят и не знают буквы, не умеют писать. Мы должны верить, что все получится, понимать их, воспринимать такие, какие они есть, любить их. Учителя коррекционных школ нередко остаются за бортом профессиональных конкурсов. У них свои методики и специфика работы. На первый план они ставят ни знания, а помощь ребятам в социализации. Интеллектуальное состязание для педагогов проходит в нашей области впервые. Состоит оно из четырех этапов. Сама презентация, эссе, портфолио и видеозапись урока. Конкурс портфолио – это очень серьезный этап, потому что здесь должно быть все. И аналитические отчеты, и динамика развития детей, обучения детей. Это какие-то профессиональные достижения. Это представление своего опыта работы в печатных изданиях. Это публикация каких-то методических пособий, представление работы для своих коллег. Каждый участник конкурса получит сертификат «Лучшие дипломы и ценные подарки», главный приз – планшет. Ольга Файзолина, Жултузбек Ермуканов, Новости МТРК. Народное декоративно-прикладное искусство. Как его сохранить и передать будущим поколениям? Эту тему обсудили ремесленники Североказахстанской области на региональном научно-методическом семинаре «Туган-Жер». Его провела кафедра Ассамблеи народа Казахстана СКГУ имени Монаша Кузыбаева. Побывала там и наша съемочная группа. Предметы быта, одежда и элементы декора – все это сделано руками мастеров. На выставке работы как опытных умельцев, так и тех, кто только осваивает азы декоративно-прикладного искусства. К примеру, воспитанники коррекционной школы номер два. В основном используют войлок. Войлок – это традиционный казахский материал. Мы вдохновили в него вторую жизнь, поэтому он у нас немножечко в таком стилизованном виде. В будущем мы планируем еще больше заниматься изучением именно традиционных, исконных народных промыслов и приобщать детей. Сохранить самобытность и адаптировать народное творчество под новые реалии – эту тему обсуждают на семинаре. Первоначальный облик предметов декоративно-прикладного искусства сегодня не так актуален, но некоторые его детали и элементы успешно применяются в современном дизайне. О возрождении ремесленничества говорит и заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Людмила Гривенная. Мы говорим о сохранении традиций и обычаев, уникальностей наших этнических сообществ, и поэтому без сохранения, скажем, вот этих, скажем, традиций изготовления различных предметов из природных материалов, из тех материалов, которые были издревле у каждого народа, просто невозможно представить себе ни один народ. Своим опытом на семинаре поделились те, кто смог из любимого отдела сделать источник постоянного дохода. Жан-Сул Тастемирова, Новости, НТРК. И в завершении выпуска о спорте. Отборочные соревнования «Север» на кубок председателя КНБ Казахстана стартовали в Петропавловске. Они проходят в честь 25-летия органов нацбезопасности. В турнире участвуют четыре команды. Это департаменты по Кустанайской, Акмолинской, Североказахстанской областям и города Астаны. В течение двух дней они поборются в пяти видах спорта – волейболе, футболе, плавании, рукопашном бою и стрельбе. Подробности далее. На ледовой арене Дворца спорта атмосфера торжественная. Через несколько минут начнется церемония открытия отборочных соревнований «Север» на кубок председателя КНБ РК. Они проходят в честь 25-летия органов нацбезопасности. Собравшийся от имени главы региона приветствует первый замокима области Айдербек Сапаров. Сегодня вы с честью выполняете свой долг на очень высоком уровне, возможно, главой государства. Сегодня вы решаете те задачи, поставленные главой государства, и ведете борьбу с терроризмом, экстремизмом и другими уроками. Желаю вам успехов и пусть победит сильнейший. В турнире участвуют четыре северные команды. Это департаменты Покустанайской, Акмолинской, Североказахстанской областей и город Астана. Они поборются в пяти видах спорта – волейболе, футболе, плавании, рукопашном бою и стрельбе. Открывали спортивные турниры торжественно. Песни и танцы от лучших творческих коллективов областного центра, а также мастер-класс от спортсменов региона. С музыкальным номером выступили и военные. Отмечу, что соревнования среди сотрудников КНБ помогают им сплотить дух, формируют морально-волевые качества, ответственность и дисциплинированность. Количество участников – общее более ста человек. Цель соревнований – это пропаганда здорового образа жизни, занятие спортом среди сотрудников национальной безопасности, среди молодежи. Продлятся соревнования два дня. Лучшая команда «Севера» будет защищать честь региона уже на республиканском турнире. Он пройдет в июле в Астане. Денис Севков, Казбек Рыгбаев, новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Прогноз погоды на субботу, 27 мая. Ясно, ветер иго-восточный 4-5 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 21, плюс 23. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова